Зарю небесный, утешителю души истемы, И живи здесь, и вся исполняя Сокровище боги и жизнеподателю Береги все лисяны, и очисти нас всякие скверны, И спаси благослови души наши. Господи, благослови наше занятие по Слову Твоему. Не допусти нам уклониться ни направо, ни налево от истины. Прибудь с нами в этот воскресный день. Хвала Тебе, что Ты собрал нас здесь. Слава Тебе, честь и поклонение. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Сразу вопрос, разреши забор? Разрешаю. Что вкладываешь смысл право и лево? Чтобы на молитве не качаться никуда не сюда или что? Право, это когда прибавляют. Это православный, заповедь на заповедь. А налево, это когда убавляют, не верят в душу садуке и все. То есть надо ровно начать. Надо по окровавленным, да. То есть не тянут на православных одеялах. Да. Ну и все, кто не ели. Ну так и придержимся, это главное. Подходит. Одобрям, да? Продолжам. Чернику кушай, Сергей Павлович. Помогай. Морковочку. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Евангелие от Матфея, 13 глава, с 24 по 30 стихи. Другую притчу предложил он им, говоря. Царство небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем. Когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницей и плевелы. Потише, черкай, пожалуйста. Придя же рабы, домовладыки сказали ему, Господи, не доброе ли семя сеял ты на поле твоем, а куда же на нем плевелы? Он же сказал им, враг человека сделал это. А рабы сказали ему, хочешь ли мы пойдем выберем их? Но он сказал, нет, чтобы выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними пшеницы, а оставьте расти вместе то и другое до жатвы. И во время жатвы я скажу женицам, соберите прежде плевелы и свяжите их снопы, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою. Как ты прислал враг человека? Да, враг человеков. Пришел враг его и посеял его пшеницы. Когда люди спали. Как там написано враг? Пришел враг его, то есть враг человека. Еще раз смотрим. Царство небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем. Когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницей и плевел и ушел. Враг человека получается. Толкование. В первой притче сказал. В первую притчу, напомню, мы притчу осетили. Помнят ее все, да? Разделяется земля на четыре категории. Семя упало при камне, вспомним, при дороге, на камне и птицы небесные поклевали и на добрую почву. И вот сейчас вот семя, которое упало еще и на добрую почву, уже зашло. Там на этой почве еще и сорняки выросли. Вот это вот сейчас. Еще вот это вот 25% и его еще надо. Видите, сколько мало спасающих семей. Толкование, значит. Вот об этих вот плевелах. Что это за плевелы? Кто их сеет? Непонятно, враг, кто такой враг. В первой притче сказал, что только четвертая часть семени пала на добрую землю. А в настоящий показывает, что враг по причине нашего сна и нерадения не оставил нерастленным и сего самого семени, которое пало на добрую семью. В поле есть мир или душа каждого. Сеятель Христос, доброе семя, заповедь его. Земля добрая, добрые люди или добрые помышления. Плевелы суть ереси и худые помышления, а посеявшие их есть дьявол. Спящие люди. Суть те, которые по нерадению и ленности дают место еретикам и дьяволам и худым мыслям, не сопротивляясь им мужественно. Рабы означают ангелов, которые негодуют, видя в душе человека ереси или нечестия. Это шумно у вас, дети. И желают исторнуть из всей жизни и сожечь как еретиков, так и вообще мыслящих лукаво. Но Бог не позволяет погублять еретиков вооруженную рукою, дабы вместе с ними не пострадали и не были погублены и праведны. Равным образом Бог не хочет погубить человека из-за злых помышлений его, дабы также не погибла с ним и пшеница. Например, если бы Матфей исторгнут был из всей жизни, когда был в числе плевел, то вместе с ним погибла бы имевшая впоследствии произявнуть от него и пшеница слова его. Так же точно и Павел, и разбойный, когда были плевелами, не были истреблены, но оставлены жить, дабы впоследствии произросла их добродетель. Посему Господь скажет ангелам в кончину века, соберите плевелы, то есть еретиков и лукавых людей, как же, в снопы, то есть связав им руки и ноги, так как в то время никто не может делать ни доброго, ни худого, но всякая деятельная сила будет связана. Пшеница, то есть святые, будут собраны жнецами, ангелами в небесные жительницы. Подобно сему, и худые помышления, которые имел Павел, когда был гонителем, пожжены были огнем Христа, который пришел он низвести на землю. Так и грехи всех пожигаются покаянием, а пшеница, то есть благие помышления благих людей, собраны в хранилище церкви. Можно? Да. Я хотел напомнить, в Украине, там сейчас новые новости, новые пришли. Ну то, что я говорю, что я не пророк, но как будет все, это я уже предвестил. То есть просто на Украине останется только украинская церковь православная, а московская патриархия оттуда вся уйдет. До одного священника никого там не будет. Вот. И это уже началось. Вот. Там две очень важные лавры были, они российского масштаба, даже мирового, можно сказать, монахи. Это Киево-Печевская и Почаевская. Почаевскую уже забрали, все. Московскую патриархию оттуда уже вытащили, все. И сказали, чтобы там ни одного не было прихода в московской патриархии. Вот так. А я думаю, а все сопротивление идет там страшное, там уже везде религиозная война, уже начинают это начинать уже. Начали уже религиозная война, религиозная война. Начинают. А из России это все душок идет. Украинцам-то что религиозно? Они у себя на Украине находятся. Вы вспомните, какое было ваше чувство в 2002 году, когда нам сообщил наш епископ, что будет объединение церкви. Ну не объединение, он сказал, а каноническое. Но Игнатий Тихонович, он заранее уже все знал. И мне это тоже досталось на сердце. Я понял, что так просто они не оставят нас. И что они сделали? Две тысячи с лишним, две тысячи сто что ли было, в зарубежной церкви приходов здесь. Все закрыли, кроме нас, потому что мы не захотели. Все закрыли. В зарубежной церкви не должно быть. Почему? Каноническое определение. Они там за рубежом, а здесь только московская патриархия. А теперь получи фашист с гранатой. Теперь то же самое на Украине. Ну и что в Украине? Своя православная церковь есть. У них каноническая территория, граница Украины, суверенного государства. Причем тут московская патриархия? Туда их тоже за пределы, значит. Начали эту войну. Получите до конца. Еще не за горами достанется и зарубежная церковь, что они на это согласились. От правительства уже, американцев. Но они помягче будут действовать. Но все-таки. А мы остаемся со всех сторон битыми при любом раскладе. Поэтому готовьтесь, христиане. Готовьтесь. Очень мало спасающихся. 25 процентов. Ага. Держи карман шире, как говорят на Украине. На 300. Будет там 25 процентов спасающихся. Говорит, как благость Божья. Как, говорит, после сильного шторма, и, говорит, потом веяние такое прохладное, иногда капелька, говорит, попадает. Вот, говорит, и все. Вся благость Божья на кого только распадает. Как говорит въезда в третьей книге своей. Я не знаю, в попад, не в попад, но, в общем. Дело в том, что 2000-то приходов я не знаю. Там 360-е было, как все в зарубежье, когда в зарубежье церковь не трогали. А здесь, я не знаю, сколько было. Но 2000-то не было. Не было. Я в том, что смысл того, что ты сказал, потонили, значит, не хоккей, любыми путями. И вчера батюшка служил, все нормально. Сегодня уже нет. Он недействительный. Как Андрей Кураев говорит, они теперь объявили друг друга, это незаконно. Это получается так. Мы причащались, у нас тело и кровь Христова. Вино в чаши. А завтра он там сидит, там где-то, КГБ-щик, подписал все, у нас уже в чаши одна бодиага, говорит. Куда же это годится-то? Они это посеяли, они это пожинают. Их никак нельзя вразумить. Я бы сейчас стал говорить, но это нехорошо. Вы называли раскольниками зарубежной церкви. Какие они раскольники? Они бежали от смерти. Еретиками называли? Не написано, если враг гонит, ты подлаживаешься под него и делаешься коммунистом, как эти попы здесь делали-то. Ну да. Как Сергий Строгородский. А написано, бегите. Ян Златоуц говорит, великий беглец из Липлеева бежал, Христос. Держать это не позор, это прямое повеление Божие. Бежи, бегите, чтобы получить. А здесь убегайте от смерти. А эти как? Давай всех к себе давить. Батюшка незаконный, то другое. И как только приняли, согласились на них пойти, слово раскольник сразу убрали. А за рубежом-то ничего не меняли. Какие были, так есть. Как раскол был? От кого раскололись они? Они ни одного дня здесь, в советской, в Беревской, не были церкви. Уберите ее отсюда, я, наверное. Тебя убрать отсюда, я говорю. Тебя, тебя, маленькую. Так, все на этом, все, говорю. Так, тихо, разговаривать не надо, а то тут мешаете. Потихоньку там, молитесь. Так вот это, что ты сказал, это есть. Их никак нельзя вразуметь. Это такой толчок дали сейчас. И везде сейчас на фоне они не свои. Там начинает их уже здесь, в Константинополь. Вот так вот идет. Вот они и посеяли. А вы сколько скорбите? Нет, нисколько. Я знаю, от Бога это. По-другому никак. Если Андрей Кураев это видел, ну, я не знаю, откуда, говорит, он на ваши книги берет. Не знаю. Я говорил тогда, когда при патриархе Тихона было, общее-то руководство было уже расстреляно, а теперь дали указ. Каждый епархий самостоятельно. Да почему сразу-то не дали? Если бы они тогда, когда бились за это дело, и сказали, вот ваша церковь автокефальная, русские, которые там люди. Резь не идет о пиларетовщине. Нет. А именно вот эти. Ну, вы делаете самостоятельно. Назовите себя Кристин или Закарпатская православная церковь. Но в патриархии это отойдите. Ни под каким видом. Даже ты там, я в Москве был, выступал, говорил на эту тему. Теперь все кончилось. Теперь бы они с радостью туда все уже ушло. Они тупые и глупые. Хотя тупые и глупые говорят о прихожан, которых не учили. Вы умные, политические дела разбирайтесь, политологию кончайте. Верните назад. А уже ничего нет. И те, которые их поддерживают, сейчас они будут обязательно, Бог ожесточит сердце. Ты иди их порой, а я ожесточу его сердце. И ничего нельзя сделать. Пришла беда, открывай ворота. Вы полный чаши. Я говорю, когда я узнал, что мы дорогой ехали, там КГБ, на нас кого-то и не спускали. А как узнают, мы патриархийные, а от патриархии-то. Мы не патриархийные, но все это заодно считают. Они нас провожают, с нами фотографируются. Я так и взахался. Реками и океанами кровь хлебать будем, я говорю. Они нас своими признают. Главные убийцы. Сейчас выступает там православный священник. Я материал выписал. Гитлер не делал того, что коммунисты делали. То он своих-то не уничтожал. А здесь целые слои офицерства. А тот, наоборот, всех офицеров, лизей, бояр, баронов, всех поднял. А этих всех подряд, класс за классом, дворянство, священство, казачество, все вырезали. Кубечество. И речь-то шла не о чем-то, а об уничтожении. Я сегодня, события дня, вот если бы вы смотрели, то увидели. 64 пункта. 64 я насчитал. Когда обвиняли Николая II, он виноват. И там показывается, как. При нем, он 23 года, кажется, у власти был, на 65 миллионов поселение увеличилось. Увеличилось. Каждый год 3-5 миллионов прибыль в чистом виде, не считая умерших. И дальше по всем пределам. Самая твердая валюта была русская. Золотой рубль. И вот эта конференция, это все его дело, это Николая II. Из всех старей, самый спортивный он был. Показано, каким видом спорта занимался. Какую власть имела церковь. Ну, они там в изобретении. Вертолет уже в то время был. Русские там все изобретали. Ну, они там берут некоторые там военные достижения. Но главное это что? Прерощение. Его обвиняли. Царя. А он даже, будучи сыном в Екатеринбурге, он ни одного дня не был бездельно. Он то снег кидал, то чурки коворочил, то что-то делал. Один посмотрел на него и говорил, что если бы ему сейчас дать участок земли, он то всю Россию, говорит, приобрел заново. Люди, глядно, не уделали бы. И как он, одежда, которая, жена-то ему не раз, говорю, ну смени маленький. Он в свадебном костюме до смерти так и ходил. Не снимал его. Ну, во-первых, хороший момент для него это было. А во-вторых, вот такие обрызки карандаше, вот сколько вот эти бросают, богатые-то наши парни-то. А он, говорит, маленький карандашик у него оставался. И он от карандашик, обрызок, давал своему соцаревичу. Да и красный какой-то. Абсолютно во всем. Остались не как-то, а миллионы, по тем временам миллионы рублей. Это вообразить нельзя. От его отца в английском банке. Он все раздал на благотворительность. Такого царя не было, ни одной страны не было. А теперь клевеющий, ты клевеющий, вот а теперь получайте. Русский что? Раша? Параша. Его Парашу по-другому сейчас не зовут. Вот вы это сеяли. А вот смотри, которая от зарубежной церкви-то. Никто более тихо, более спокойно не воспринял, как мы признавали благодатность Московской Патриархии. И на нас вообще никакого нету из-за этого. И вот сейчас-то они против говорили, вас не зарегистрируют. Я пошел в отдел естественных, вам и не надо никакой перерегистрации, у нас все законно. А сегодняшний день. Видишь как? Я вчера только размышлял об этом. Вы знаете, только у Волкова был. Не у нас, а там. Шаламов. Кто такой был? Шаламов. Меньше 85 лет, кажется, никто не жил. 90, 92 и дальше. А почему? Страдания. А Волков кто такой напомнит? У меня отец 76 лет умер. А я себя живу до 10 июня будет 80. А почему? Страдания мои Господь учил. И за это дают в торрозном размере. За эти годы. Может Астафьев, а не Волков? А? Астафьев может? Что за Волков-то? Волкогонов? Да. Нет, не Волкогонов, а который в Волкове сидел там долго. Волков там. Ну не знаю. Это его мало знают. Я не считал ничего. А возьми Шаламова-то знают. Ну Шаламова, конечно, я не спрошу. Бог дает жизнь. И при том это ни один, ни два. Вот я наблюдаю, кто там Лихачев Дмитрий, он сидел. Он там за 80, откуда идет. А эти, которые здесь все были, вертели перед безбошниками. Смотришь, 53 года, 54. Я хотел вам сказать, я не знаю, как ролик, я не записал его. Очень интересный. Ну тут по смыслу можно догадаться. Чум. Что такое чум? Домик такой. Ну знаете, из оленей шкур вот так вот жерди стоят, они в несколько слоев. И там у них снег, потому что убирают чум. И у них оленей, там показывают, он на оленях ездит, 4000 голов. А это не овечка. Олень, какой большой-то. И вот он сидит. А вот мальчишка, он не имеет права еще сидеть не с мужчинами, ему 10 лет. И не имеет права сидеть с женщинами. Он не женщина, еще не мужчина. И он в сторонке сидит. И вот она теперь наливает что-то там. Чай какой-то или что-то. Ему подают. Сегодня идет инаугурация. Посвящение мужчины. И он теперь ему наказывает. Ты теперь у меня мужчина. Так, ты свободу полную имеешь. Геннадий, кажется, отбрать его. Ты будешь учиться, поедешь ему в город учиться? Или от меня примешь хозяйство? Учиться охоту. А тут сидит мальчишка. Скажет личное слово, не скажет? Подумаю. А отец говорит, ну пока думай, а завтра оленей пасти пойдешь. И вот они видят, олени там все съели, им надо перегонять. А в это время ночью напали волки. И показывает, задранный олень лежит. И они где-то около тысячи. Оленей угнали. И он что делает? Он его садит на олени запряженные. Собачка одна с ним. Так, сынок, ты уже мужчина. Вчера тебя мужчины приняли. У нас такого-то нету. Посвящение-то. Так, по следам ты посмотрел куда? Он говорит, отец, а они в том направлении ушли. Вот теперь ищи их, иди. И вот он поехал, один. Десятилетний. Теперь едет, и вдруг пурга начинается сгинь. Не видать, пальцы подними, пурга. Мать-то беспокоится, выйдет, смотрит. Что смотреть-то он говорит? Мужчина, еще с ним не будет. А он с лесом, если он сейчас упадет, это, у него нахто-то уйдут, он один. И он никаких. Так остановился. Так это олень управлялся, пощупал. Мягкий навоз. Это недавно они были. И он ищет их, нашел. А оно в это время снимается. Отец его не ждет, когда он пригодит. А уходит еще севернее. Там, где сохранился подножий корм. Ягель. Ягель. Вот. И вон утихла фурга, и он пригодяет. Заходит. Тяжело было. Да не очень. Виду не дает. Вот как воспитывать надо. А у нас его за руку водят. Вот сейчас, говорит, кризис какой? Руководство. Кризис, руководящий кризис. Мне из Америки прислали этот материал. Я посмотрел, действительно так. Уже в 50-м году, а сейчас-то уже, вот оно рядом, 12 лет, там сколько, 50-е годы, у нас один из вопросов будет стоять. Кто будет руководить государством? Сегодняшним отдавать? А он говорит, в 17 лет у меня, говорит, сын, он кроме компьютерных игр ничего не знает. Кому отдавать власть? Какие? Нынешнее поколение абсолютное, говорит, другое. И они теперь рассуждают, кому из варягов просить, чтобы приехали нам хорошие руководители башковитые. Вот она думает, она выйдет замуж. Она что думает теперь? Каждый день ищет, что разогревать на батарее? Ну, мысли в тигде не доестное. Куда ты, Майка, не повернись, встань. Что она? Мамка учила ее. А мамка что говорила? Доченька, спи, выйдешь замуж, там все, научишься. Она пришла, ничего не знает. А у него только остается одно. По мягкому месту пинком за дверь додискать другую тайку, Маньку. Вот и все. А их пруд пруди. 11 миллионов не вышли. И нет мужиков-то. А их нету. Их поколотили, да пьяные погибли. Да дураков-то родили, дебилой-то. Скопытился. Что делать дальше? Мы должны вопрос понимать, как. Я могу только молиться. Но я не могу представить, им сказать, вот здоровый у нас, хороший Тараси, его ставьте патриархом. Такой момент был однажды. Когда Павел IV ушел, а Ирина пришла, он говорит, я подписал там какое-то там еретическое идею. Дикт был, я недостоин был. Она говорит, и еретики окружают, что ты делаешь? Все, все, я уже решил, я не выйду. Ну, что я буду делать? Он показывает, он знакомый у меня, эконом, Тараси звать. Вот его ставь патриархом. И Тараси возьмут. За шесть дней его, значит, завтра его дьяхоны, и смитеры, и епископы, и архиепископы. И через неделю, через шесть дней поставили нового патриарха. И патриарха этого. Тараси тоже канонизирует. И канонизировали того Павла, который отошел. Сегодня ни один епископ не скажет, я вот такие пакости делал, жил богато. Вчера я целый полдня, наверное, сидел. Есть такое, видно в контактах, епископы и втихие. Он там, ой, какие он слова говорит, какие пропыни хорошие у него. И все везде. Теперь он выступил. Почему я не голосую, а против Путина? Я знаю сейчас, либералы там будут говорить одно. Наконец-то хоть один встал. Мне скажут, пятая колонна и проще. И он говорит, ополчился на богатстве архиереев. И всех людей отвратили. Да разве можно такие машины себе покупать? Сейчас я узнал, только машины почем продаются. Но, правда, не продаются. Одна машина, по-нашему, два с половиной миллиарда. Миллиарда. Но их пять машин всего в стороне было. Вот и все. Берите из всего пример. Учите детей. Она невеста, приготовь ее к этому. И научи, что она лишается чего. Вот интересно, мусульман, они же не христиане. И как, если ты уже познал женщину, выходил 18 раз и женился, тебе ни в коем случае глаз не ложи на девицу. Такую же и бери. У которой за плечами пять мужей. Они как там, одна такая, молодая. Все. То Галкина, то Киркоровна идет. Все, мальчики под руками крутятся. А ты разумеет. Я не... Закон? Эти девицы растут. Для того, кто... Нет, она написала. Я была... Жениха ее нашел. Ну, наверное, не на жениха так бы сказала. Она говорит. Нет. Я решила, что я выйду только за девственника. Мы понимаем девственность. Женщины и еще подобного. Вот какие люди еще есть. Вот такой вот смотрят. Она из мусульман. Семья пришедшая. Сала. Он священник. И сидит там вот такая машиночка. Она все это шьет. А ты кем хочешь быть? Она говорит, женой. Да, это же специальность. Да. Она готовится. Она шьет. Она варит. Она родных не забывает. Вот такая крохотулька сидит. Она не выглядывает где-то. Глазки не строит. Ну, это как белое солнце в пустыне. Помните? Как она считала-то это? Зульфия-то. Когда этот Сухов там ей говорит. А у вас... У тебя сколько жога? Одна. Она. Одна детей рожает. Одна воспитывает. Одна готовит. Одна стирает. Тяжело вон. Ну, а что ж поделаешь? Поехали. Учить надо с детства приготовить. Мусульманка-плегкова. Нечего с никтем не будет. Почитайте. Я не знаю, там к врачу. Ехать надо. Куда? Ты какая-то пятна жила. Я ездила. Я уже ездила. Меня везет она и там на месте снимут. Я смотрю в таксиологическое время. Что, давай, брат, продолжай. Интересно как. У меня тоже добро есть. А почему? Ну, у вас, видимо, такой тариф, что ли, что невозможно сделать мобильный платеж через телефон. Все. Ну, это же я хозяин, не имею право. А я могу их взять, не могу. Тариф может поменять. Будет менять тариф. Тариф-то пусть поменяет. Симка остается, все остается. Так как я не буду. Я в это ехать надо вбилай в самом месте. С паспортом. И тогда все настоять. Он все равно никому не звонит. Так что, Юрий, спасибо. Но его вообще можно без тарифа. Я говорю, вам вообще никакой тариф не нужен. Тариф это, когда вы звоните, и там посекундная тарификация. А когда вам звонят, никакого тарифа не надо. А я ни разу еще не позвонил. Я в это в курсе. Вам не нужен вообще тариф. Вы безтарифный. Вы единственный человек в мире. А как же они меня будут записать? Другой тариф нашел. Даже не знаю. Интересно. Хорошо, это не будет. Это мой канал. Это Владик. Он мне показал. Посмотри, как я подписал. Давайте. Сейчас. Подожди. Меня подписчиков нашел там только 300. Может, пойду тогда. Я ни одного. Не писал. Сами написали. Давай. Все. Ладно, прости. Все, все. Не обижайся только. Начинай. Читай. Читай. У него уже язык надо горло. Горло. Слева и справа. Поплати его. Это. Горло. Прочищай быстрее. Давай. И не выпускайте его. Не налево. Давайте порассуждаем по Слову Божьему. Давай. Притча. Вот это. А вот понятно, что если не пропалывать. Не пропалывать. То урожай будет никакой. Не будет. А здесь как бы Христос говорит, не палите. Все нормально. Жатва будет. Пояса растутся. Что-ли мы едем с Василием. Василий, сколько вы ведер картошки накопал-то? Два мешка. А что так мало? Не полол. А что вас не полол-то? Согласна, наверное, причина, да? Мне этой хватит картошки. Бог раздает. Ну, а Господь так же рассуждает. Не надо пропалывать. Там, эритиков, не трогайте их. Мне праведников хватит. А ты бы мешка два детям отдал. Плохо было бы? Что-то эгоиста такой. А мне хватает. Да кто так рассуждает? А если бы ты вчера пришел к Сергею Павловичу и сидел на лестнице у него под дверью, а он бы прошел мимо тебя и сказал, что ты тут расселся старикам? Зашел к себе и пошел спать. И что? А у него дом, квартира, он платит за это? Я бы и так там тепло переспал. Я бы, я бы, я бы. Вещи я переспал. Он привык брать. А какой ты тогда христианин-то? Разговор-то о христианстве идет. А ты кто тогда? Крестился, залез в воду, под батюшкину глань. Зачем? Спрашивается. Как вы можете рисовать в кулаке, держит, вот так крутит. Зачем вы тогда даете возможность? Порстить карандаши и помогу. Отнять это все. Вот давайте порассуждаем-то. Вот об урожае-то. Господь говорит, оставьте до жатвы. То есть он-то хочет, чтобы урожай этот был больше. Но мы-то не верим, чтобы вот если бы нам бы сказали кто-то, не полите картошку. Я видел, как вот утром вот сорняк, он раз в картофель, но превратился. Какой не полите, пошел, все повыдергивал. Другое дело, когда дети у нас полят на грядках, и они вместе с сорняком и луковку тоже. Тогда мы детей скажем так, вы ангелы подождите тут, а то мы вообще без луков останемся. Пришли раньше времени, да, скажем? Да, там лук-то еще не... А лук-то еще не... Он колу маленький, и морковка маленькая, поэтому действительно, когда тянешь сорняк, а до жатвы, когда уже цикла вот такая, там уже хоть ты задергай, она все равно там останется, и уже она вружат. Да понятно, она созрела. Понятно, почему. Иритиков трогать-то нельзя. Ну, сожгли их. Ну, и вот он приводит в пример-то Матфея и Павла, которые впоследствии станут пшеницей. То есть ты этот сорняк не дергай, она когда-то в пшеницу превратится. И потом эта пшеница даст роски по его слову, по слову Павла мы сейчас становимся пшеницей-то. Бывшие колючки, репей, крапива. Я еще сейчас. А я-то думал, что, ну, дергая сорняк, и пшеницу вырывается. Ну, а как, уничтожая еретика, ты можешь праведника уничтожить-то? Если в духовном плане-то, ну, никак. Это еретик может на свою сторону перевонить, но и православный тоже может на свою сторону еретика обратить-то. Вот духовная брань. И как вот в этом огороде-то, как полоть, не полоть. Но это говорится о кончине, об ангелах. Ну, однако же она на сегодняшний день. Мы знаем, что еретиков сжигали, инквизиция была. Чем это дело кончилось? Можно? Да, интересно. Я понял, я об этом хотел, кстати, сказать, а потом думаю, ладно, не буду. Пришлось говорить. Дело все в том, что ереси, о которых мы говорим, которые подробились сильно, это всего 200 лет. Первые ереси начались. Это 1527 год. Там лютер. Самая первая ереси, это арианство. Ари, что Христос, вот есть творение. Ну, те ереси были уничтожены. Те ереси. Она до сих пор, в свете Ленингова, когда мы закрываем. Оно перескочило через полторы тысячи лет и пришло к нам. Но до этого были две, это, были ереси, даже они не в этом заключались. Вот католики взять, ереси или нет? Ну, еретичествующая церковь. То есть, филиокви. Филиокви, то, что в Испании в 9 веке зародилась она, то есть начали там епископы утверждать, что и от сына тоже может перейти дух святой. Не только от отца. Господь говорит, я пойду и упрошу отца, и он пошлет вам духа святого. И они начали говорить, что сын упросил отца, значит и от сына тоже дух святой. А тут восстала восточная церковь. И в 1054 году произошло разделение. А потом начались сразу крестовые походы. Моментально тут же начались крестовые походы. Их было 11 крестовых походов. И вот на 4 крестовом походе в 1204 году католики организовали большую армию. Там в Венгрии, там немцы, русаки эти там. И пошли, и они пошли, и начали через Грецию выплывать. А у них там какие-то неурядицы. И потом подумали они, а что он так далеко плыть там к неверным? Там по зубам уже получил. Когда тут есть вот Константинополь у нас. Там же тоже неверные. В восточной церковь они же уже были в разладе. И они атаковали Константинополь. Царь Градь этот. Да не было тогда турков. Это были православные. Только восточные. Разнесли в щепки. И целых 60 лет там было королевство. Византийское. Католическое королевство. Вот так вот. Поубивали всех там. Еще жестокости были. Больше чем там в Палестине. Рассказывают. Понимаешь в чем дело? Читали. Вот о чем речь-то идет. Тут дело все в том, что дело идет по вере. По вере. Но если только истинно кто-то свидетельствовал Словом Божьим. Мы только можем сказать, что в этот самый момент, в эти века, никто не благовествовал в истине Слово Христа. Все через епископов. Почему задавили этих всех проповедников, учителей, чтобы никто не проповедовал, чтобы истина не смогла взрасти. Вот кормили какой-то блевотиной со столов вот этих ярких епископов, епископов. Другого ничего не могу сказать. Христос же говорит, я и Отец одно. Разве Христос не может быть с другого? Давайте в наше время. Например. Без Отеца не может. То есть, сын, как я тоже читал. Сын без Отеца не может подать. Раз он и Отец одно. Но он же сказал, я пойду и умолю. Мы убеждаем, что от сына без Отеца может исходить Дух. Они так думают, что мы так думаем. Что сын и без Отеца может Духа посылать. А раз он, я и Отец одно, то они правы, которые, что как он без Отеца может посылать. Он же отца упросил, упросил. Вот они перенапрашивали. Он же отца упросил, а не сам посылать. Надо было Слово Божие нести в нас. Он же отца упросил, а не кто-то правы в этом отношении. Мы вернемся к полю. Пример взят из поля. Раньше нельзя было незаметно то-другое. Главное, что вы дергали, чтобы не вывернули пшеницу. На сегодня-то по-другому все делается. Эта притча уже по-другому рассматривается. Мы были за границей, где ездили. Везде одинаково. Поля чистые, сорилки нет. А почему? Отрава. И она дорого стоит. Это Игорь Барабаш это делает. Как? Они заряжают бочку, за собой ее везде. Вот, а у нее рога на две стороны. И он туда эту отраву сыпет. Это брызгает. То есть, где он идет по пшенице, а пшеница уже вот такая вот. Он ее приминает и она все. Это пропащая. Гибнет, то все равно гибнет пшеница. Но он едет там. Вот поле, вот это вот. Вот это поле. Вот эта ширина этой машины. Колеса здесь и здесь. Он едет и давит. Но зато брызгивает, то там нету. Она настолько сильная. Я убивает все, кроме этого пшеница. Выборочно. Такая, что батюшка подошел из него, вот так вот брызгал. У нас до березы-то пожелтело сразу. Яд. У нее сделано так, чтобы она уничтожала только сорняк. Поэтому просто, ну они надо. Пусть растет, дожат. Вот к осени к полям не относятся. В осени ничего не будет. Сорняк все заглушит. И поэтому оставьте расти. Речь идет о физическом уничтожении. А тут инквизиция пошла. Стали варфоломеевские ночи устраивать. Речь идет об уничтожении. А они рядом, если мы, допустим, ну у нас вот рядом селения разные. Ну ладно, где старобрядцы там есть, они молчат. А были бы рядом, если баптисты, то ли другое. Они к нам приезжают, но они у нас тихо себя ведут. Они знают, что у нас по-другому. Мы сразу идем, говорим, призываем к себе, а не другим о нас хвалятся. Поэтому притча эту конкретно на сегодняшний день, это большие поправки. Но сказать, гибнет все равно пшеница. А до жатворости нельзя оставить. Его вырвать никто не будет. Как его вырвешь? Это надо вручную. Я в этом участвовал, когда вот такое было, из школы у нас было. А молочай, рукависть никто не знал. По рукам кровь течет. Жара такая. А я помню, я около учительницы был, с левой стороны от нее пить. А там сколько с собой взяли-то? И вот осот растет. А его вырвать нельзя. У него корень на метр в землю. А он колючий. А надо рвать. Маленькие дети. Сколько мне было в это время, война кончилась, нет, я не знаю. Ну, думаю, 45-й год был. Я на год раньше пошел в школу. И выбирали, и они поля более-менее были как... Но мы его не выдергивали, а мы его рвали. Его нельзя было вырвать. Опять же, по-другому притча выглядит. А без этого нельзя. Он сразу выходит, все глушит под собой. Я участник этого. И думаю, эта притча просто так механически не перенесется. Даже от Ворости. Но еще у тебя в огороде вырастет. У Надежды Васильевны, а где она? Дома? Дома. Дома. Вот. У нее там приехал племянник. А что он к нам не ходит? Ходил здесь. Ну, меня спрашивайте. И он говорил, новый способ выращивать, это не трогать. Так посадился. И вот он... А мы тут копаем картошку, полори. А он ни разу не приходил. Он взял лопату, пришел на дороге, стоит. Он там, где Иосиф строит дом-то. И смотрит в поле. Он не знает, куда зайти, с какой стороны. Тихо. Бурьян примерно вот такой вот высоты. Какая там картошка? Она же не может такой вырасти. А он с лопатой стоит. Видимо, зашел, покрутился, ушел. У меня одна беда не накопала. И все. Пропалывать надо. Да хорошо пропалывать. А зачем тяпать-то было? А что бы тяпать сказать? Как бы ты картошку посещаешь? Бывает, ты картошку посещешь. Значит, эта притча говорится о вреде, который приносит прополщик. Вот в смысле ни о чем. Ее не надо вот так. А почему пиши 50, 50, 60. Два Таута говорит, не исследуй. Это просто так взяты цифры. Чтобы тебе понятно было, что он там с твою тяги. Пошел. Да, прополщик никакущий. Дети лучше пропалывают у нас в лагере. Матфея, 13 глава, 31 по 32 стихи. Иную притчу предложил он им, говоря. Царство небесное подобно зерну горчичному, которое человек взял и посеял на поле своем, которое хотя меньше всех семян, но когда вырастет, бывает больше всех злаков и становится деревом. Так что пролетают птицы небесные и укрываются в ветвях его. Толкование. Горчичное зерно означает проповедь и апостолов, которые объяли всю Вселенную, хотя их было немного, так что на них почивают птицы небесные, то есть те, которые имеют легкие и парящие в высоту ум. Будь же и ты горчичным зерном по виду малым, ибо не должно хвалиться добродетели, но должно быть теплым, ревностным, проворным и обличительным, а не ласкателем и лицемером. В таком случае, как совершенный, ты сделаешься больше других растений, то есть слабых и несовершенных людей. Так что и птицы небесные, то есть ангелы, будут почивать на тебе, как в человеке, ведущем ангельскую жизнь, ибо они радуются оправедных. Вот эти вот ласкатели тоже нападают на вас, Василий вот этот, придунул, Бог есть любовь, не надо нам никакого вина, вот одно и лей ему подавай, и все. И вот долбает, долбает его, ты нас не любишь, еретиков. А как вас еретиков любить, если Господь сказал, вы страхом спасаете иных, но с ними кротко надо, с еретиками обращаться, и с другой стороны, а иных страхов, если он крутости не понимает, чуть что его заденешь, вы меня не любите. У меня знакомый православный, ну все, женился и женился, и все. Решил хоть раз жалиться на детстве весьу. Узнать все, как надо. И вот он поехал в баптистском доме, познакомился, все. А я теперь у них в доме, где он теперь женился, и теща рассказывает, говорит, а я сон вижу. А у нее муж был, он как бы наблюдатель был там у баптистов, это московская община, на Морозовской 3. И гляжу, говорит, он идет, отец стоит, и везет, говорит, на тележке сидит, как вроде наша тележка, большой, огромный медведь. А он, говорит, заходится, а я кусочек взяла, и, Миша, Миша, заходи. А у нее и дочь не замужем-то, а его и Миша звать как раз. Я говорю, так ты, варей там, допустим, 35 лет, я говорю, наверное, сухарь какой-то давала засохший-то, она не в 18-й же лет вышла-то, не в 14-й это-то. Ну да, да, ну. Ну и теперь что дальше-то? А он приходит, они что-то стали говорить им, а он теперь что? И пьет, и курит. Теперь он раскрылапился дальше-то. Да, он как, говорит, он зашел, вот так, говорит, в комнату, все осмотрел вокруг. Я думаю, что же он скажет, сейчас обращать начнет. И тут-то было. Он, говорит, залез на диван, и вот такую кучу наворотил, говорит. Говна туда, оправился у них на диване. Сон, сон. И, говорит, вот так, говорит, лапой все разгладил везде, говорит, и все-все занял место дерьмом. Это все будет на практике. Я с ней разговариваю, и на монетокон ее записываю. А он приходит домой, они что-то стали ему однажды говорить, а он нож взял. Порешу сейчас, на два баптиста меньше будет. Тещу и тесте. Борьба с фектантами. Порешу сразу на два меньше будет. Да даже от вы нельзя, говорит. Я говорю, сон-то пророческий был. Ну да. Они его ревновали ко мне. Жена и все. Он такой, родственники жены приедут, наши родственники. Он даже в свою комнату не запускает. А мы когда приедем, он на пол ложится, полуодетый, а у меня, чтобы я на диване лежал. Уважение такое. И еще, что характерно, я вернусь опять к притче о плевелах. Все вот иеретики, которые плевелы, они утверждают, что сначала будет восхищена церковь перед вторым пришествием Христа на облаках. А Христос говорит, сначала сорняки будут сожжены. Ну то-то можно увидеть было. Не видят это. Тут прямо написано. Сначала сорняки, а потом уже. Они говорят, нет, сначала церковь будет восхищена, потом тут неизвестно, что будет продолжаться. Главное, мы спасемся, а остальные там трава, говорит, не расти. Есть такая вот поговорка. Меня спрашивают, а вы не хотели бы быть баптиистом, то-другое? Я говорю, это иерет. Ну и как? Страх божий. Я бы пошел, вы хорошие ребята. Но я не могу пойти. А почему? Смерть меня может достать баптистом, это все равно, что аварийная блуда превратится в жизнь. Прекратится моя жизнь. Я сразу в ад пойду. Никогда. А я тут одного встретил, он был православный, ушел к баптистам, а потом к мормону. И у них стал старейшиной. Я говорю, ну куда ты зашел мормон? Ну какое-то название такое буль-буль, как будто блюет человек. Ну куда ты пошел? Ну хоть название какое-то было бы хорошее, а то платят много. Самый, когда люди хлеб не могли купить. Комбиком им детей кормили-то. Он говорит, две с половиной, что ли, тысячи долларов в месяц. Он не скрывает, я за это ему пошел. А сейчас вернулся, до того православный, что нас за Элитюков считает. Главный кумир это Осипов. Все, разрешает брить, о чем сам бритый-то. Разрешает все делать, как надо. Это священник, который у нас был? С матушкой? С матушкой, который приезжал, священник? Не называй, не-не-не. Который тут живет. Не, я не называю. Один раз у тебя отматерил даже. Встретился с тобой. Ты забыл, что? Матюбарный его. Понятно. Такихо. Это... Он книжки там выставил, продает. Он подошел. Все, такую наделло себя. Только не меня материл, а вас. Меня. А я заступаться начал. Я ему сказал, ты коммунист, наверное. Так он там как начал рыдать. Как так? Как ты во мне коммунисты? У меня не помню, наши ругатели рыгать. Рыдать. Рыдать начал. Заплакал, что он не коммунист. Я говорю, я тогда вообще ничего не понимаю. Коммунисты еще могут ругать, Игнатих, начи макерными словами. Он вспоминает, вот было время я, когда с вами был знаком, питался на 12 рублей в месяц. 12 рублей. А билет от Барролова до Потеревки 2,30. Вот считай. А там богатырь... Так, продолжим. Пошел. Матфея 13,33. Иную притчу сказал он им. Царство небесное, подобно закваске, которую женщина, взяв, положила в три меры муки, до колени скисло все. Толкованием. Закваску, как и зерном горчичным, называет апостолом. Как закваска при всей своей малости делает все тесто таким, какова сама, так и выговорит, преобразуйте весь мир, хотя вас и немного будет. Мера была у иудеев, подобно как и у нас, например, фунт, пут и другое. Некоторые под закваской разумеют проповедь. Под тремя мерами три силы души. Первое. Познавательную. Второе. Чувствовательную. И желательную. Попробуй запомни. А под женою душу, которая, скрывши проповедь, во всех своих силах смешивается таким образом, с нею заквашивается и освещается от нее. И так нам всецело, надобно закваситься и притвориться в божественное. Комментарий. Тихо. Я сколько могу замечаний делать? Еще одно замечание и вот будешь в коридоре стоять. Ты скажи самое большое наказание. Я посажу рядом с собой. Как у меня. Вот это да. Да, это точно. Это наказание. Кстати, иди уже сюда. Садись. Иди сюда. Че ты головой киваешь? А че, это хорошо. Это она по-болгарски кивает? Да. Ну иди тогда сюда. Я понял тебя, иди. Последний раз она уже, последний раз, да? Я в интернете видел эту фотографию. Куча обкусанных тапков валяется. И две собаки в углу стоят вот так вот, головой прям вот так вот к стенке, вот так вот, как наказано. И так вот он стоял. И куча тапков. Кто-то же их поставил. Вот три мульти. Смотрите, запомните. Я объясняю, я не сам их придумал. Человек должен услышать. Первый, услышал. Вера и отслышание. С этим согласна? Ну, Каримлян, это... Каримлян, 10-17. Вера и отслышание. Но есть, говорит, уши, но не слышат. Значит, нужно, чтобы поверил. Верующий в сына имеет жизнь в вечную. Нужен, услышал, поверил. Ну, а вера без дела мертва. Исполнил. Вот три меры. Услышал, поверил, исполнил, пошел делать. Вот это познавательное, там, угадательное. Чувствительное, чувствительное, желательное. И желательное. Это, понимаете, как это, жевательное, надо сказать. Жевательное. Чтобы все время ты жевал, Слово Божие, питался. Значит, что? Услышал. Аллилуйя. Я поверил, Бог открылся мне. И далее все позади пошел делать. Написано, нищий, сирот, вдов. Вот нигде не написано, что Бог с сильными. Мир, а я говорю, Бог с сирот и вдов. Определенное. Нашел сироту, это Христос. Нашел вдовица, помогай. Вот. Услышал, поверил, исполнил. Все-таки без этого никак нельзя. Делать твоим имя Христа не будешь, если не верят. А если поверил, сидишь на месте. А кому ты нужен? Вот сидит, сидит, как бы еще ни сказали. И вот все время только слушают, про меня плохо не сказали. А если сказали плохо, два дня лежит, кардиологическая справка. И уже кошка из подмышки не вылазит. Что интересно, костюм висит, и кошка зарезает рядом. Вот сюда вот. Вот вместо костюма. А костюм один висит. И кайфует. И опять туда. Почему? Что-то здесь от валерьянки. Я потею, переживаю где-то. И кошка это чувствует. Это не валерьянка. Я не на работу. Траву, вольянки кто-то дал, я его просыпал. Откуда с окрестностей все коты собрались. Придут, валяются, орут. Я кричу, ничего здесь нет особенного. Они не слушают меня, не видят. И вот у меня костюм сидел, висит, и все время кошка дошла, но в морду сунула, и там шоркается, и шоркается. Это, намащивается, кайфует. Так, запомните, это самая короткая притча. 13.33, так? Да. Самая короткая притча. Я однажды такое сказал. Давайте, притчи, какие бы Христос должен сказать, если бы монашество это от Бога было. Ну, вся притча перебрала, они к монашеству никак не подходят. Надо идти, надо говорить, а там надо спрятаться. И Господь говорит притчу. Притчу. Талант человек взял, закопал, зарыл, сохранил, принес по шапке и ват. Так он ничего плохого не сделал, он сохранил. Платок завернул. Быши не съели. И главное так, что вот тебе твое. А за этим есть слова, которые так, я к тебе и зачем буду делать и тебе. Чего ты ко мне пристал? Злой, жестокий Господин. Ждешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал. Он говорит, ты это знал. Я не отрицаю, я такое есть. Так ты должен был приготовиться. Господь не отрицает этого. Как на меня говорят, он жестокий. Он говорит, не жестокий, жесткий. Ага, ну да, там букву одну я приставил. Но жесткий это твердо. Вот они сидят за столом у меня, так, в левую руку кусочек, правую ложку. На стол наклоняется. Трудно это или нет? И уже в интернете это и идет. Он такой, что учил нас даже есть, как правильно. Я говорю, так раз ты не умеешь есть. В суде. Да, не сообразишь. У меня в суде был один такой, вышел. Это, ваша честь, называют. Обязательно. Ваша честь. У меня отец там был. И с ним были они не в дружеских отношениях. Я сам слышал, как Клапкин говорил, давайте молиться. И молились, и отец сразу умер. Я думаю, да ты дальше продолжи. Если ты веришь в мою молитву, чтобы ты сейчас здесь на месте душу не отдал. Я сейчас помолюсь, тебя и нету. Это судьи прямо говорят. Поехали. Так, мы сейчас им собираем. Давай. Ты можешь, он выйти. У тебя денег совсем нету. Карманы расстегнутые. Так они и нет. Верху, вверху. Карманы совсем расстегнутые. Я знаю, что ничего там нету. Иначе бы ты застегнул. Комментарии Игнатия Лапкина на слова о том, что вот эта вот семья, закваска, называется проповедью, которая заквашивает все все тело. То есть проповедь услышал, поверил, заквасил, все исполнил, начал набухать тесто. Как на дрожжах и попер, и попер, и попер, и Евангелие раздавать. Хотя бы по 30 дней. Комментарии. Говоря о проповеди Евангелия, Иоанн Златоуст постоянно повторял, что он один ничего не успеет, если его прихожане, его слушатели не понесут дальше то, что они слышали в храме. Он умолял быть проповедниками всех до последней женщины, до последнего раба. Он говорил, посмотрите, как 12 апостолов сумели заквасить, охватить проповедью всю вселенную. Признайтесь же, насколько худы мы, если нас так много в одном городе, и город все еще ведет себя как языческий. И указывал, например, проповеди апостолов, которые объяли всю вселенную. Перенося события из Константинополя в Россию, мы можем сказать, что проповедь Евангелия в России не стояла никогда на первом месте. Такую задачу не ставили ни патриархи, ни архиереи, ни священники. Перед революцией 1917 года в России было 1275 монастырей и 57 тысяч храмов. И оказалось, что это огромное осилище умышленно закупоривалось в монастырские стены. Эта закваска не попадала в мир. И этот мир был заквашен другой закваской, безбожной агитацией людоидов. Сегодняшняя ситуация полностью, до малейших деталей, повторяет то время в России перед великой катастрофой. Патриарх проезжает по России в 2002 году и в рождественской своей речи, говоря о духовном состоянии России и церкви, на первое место ставит строительство храмов как признак возрождения духовности. Все же сектанты, самые экзотические еретики, пытаются подражать апостолам в деле проповеди. Делом проповеди в мире занимаются все, кроме православных. Православие заквашивается только строительством храмов, и исповедью, и причастием, и стремлением к власти. Мы же должны проникнуться до глубины сердца этой самой короткой притчи Христа о трех мерах муки. Уши, сердце, руки. Услышал, поверил, исполнил. Без проповеди Евангелия, без первой меры муки, все остальное остается в прежнем состоянии. Мы должны учиться, воспитываясь на страницах Священного Писания, и подражать апостолам, которые с проповедью Евангелия облетели всю Вселенную, как на крыльях, и чтобы и наша проповедь, как и проповедь апостолов, объяла всю Вселенную. А ну вот, это, притчу состав такую, не Христос мы, чтобы монашество, и именно монашество, это какую бы надо притчу составить? Которая сказана Христом, там сколько, там 15 притч, ни одна к монашеству не подходит. Это был некоторый человек, ему дали богатство, он должен его спрятать, вокруг выстоять стену, написать каноны, кто будет пытаться брать эти сокровища, или по-другому, смерть тому. Ну, то есть, все такое написать. Но притчи такой нету. Вот виноградарь вышел, надо-то сказать так, наш дал, чтобы никто ничего не трогал, растет, не растет, никому не давать стену повыше, метров на пять кверху, и все, как Вавилон говорит, 100 метровая, да не верю в это, но все-таки. 18 метров стена была. Притчи-то нету, чтобы в нее сказать, а вот притча-то означает про монахов. Нету такой притчи. Вообще нету. Мы это научили, отсюда говорит, закваска-то. Я говорю, а ты где-то был, священник приехал. Я ездил в другой город, заквашивал. Вот отдельно, когда закваска, то это сходит. А когда заквашивал, так и представляешь, такая веселка деревянная, и он там в этой кадушке своем заквашивает. И как? Не хотят слушать. Ну так они хотят слушать, что делать с ними? Вот Григория, а Григория в святых, Григорий чудотворец, Григорий богослов, Григорий низкий, а еще Григорий акригандийский. Там прямо поставили, евреев вызвали. Так, вы будете верить во Христа? Так, а мы верим в Мессия, он придет. Он пришел. Верить или не верить, не верить. Арестовать всех, казнить и все. Ну и все, значит, евреев посоветовались, а что делать? Мы принимаем, чтобы чудо было явлено. Пусть Христос, оно на облаках явится. Вы многое просите. Давайте молиться. Стали молиться, и вдруг на облаках Христос является. Это единственный случай. И они все тогда парили, уже добровольно пришли. Это в каком году было? Ну, надо посмотреть, в каком году. Григорий акригандийский. Но это не в первой веке. В шестом веке. Не берите ближе. В 530-й год. Вика, сказал, посмотреть. Такое было один раз, только один. Так, давайте дальше. Матфея 13, 34-35. Все сие Иисус говорил народу притчами, и без притчи не говорил им. Да сбудется реченное через пророка, который говорит, «Отверзу в притчах устава и изреку сокровенное от создания мира». Псалом 77, 2. Толкование. Дабы ты не подумал, что Христос изобрел некоторый новый способ учения. Евангелист приводит предсказания о том, как Иисус должен был учить именно о том, что он должен был учить в притчах. Тут все вроде понятно. Тут как бы двойная цель в притчах говорит. Для тех, которые хотят уверовать, чтобы начали задавать вопросы, интересовался, что-то непонятное. А для тех, кто не желает, чтобы не слишком ясно было, чтобы меньше было ответа на суде. Так, кто ничего не понял? А что? Володя. Вот у нас тоже был с ним разговор, я у него как-то давно помню, брат, мы с Аманами рассказали, почему Христос притчами говорил, чтобы понять не было. Ну, что тут непонятно, ну, пшеница, ну, поселки, все просто. Да, почему тогда вопросы после этого начинали их задавать. Ну, если все понятно, какие вопросы. Вопросы есть, у матросов нет вопросов. Все, идем дальше. Ну, что тут такое, значит, что-то не то. Про Григория, а что? А? Про что не поняли так? Про притчи. Почему в притчах рассказывал? Почему в притчах он Христос говорит? Потому что Давид сказал, что 77 лет, по второму, что будет говорить в притчах. Вот поэтому он в притчах говорил. Почему в притчах Христос говорил, в притчах? Потому что он объяснял это только своим апостолам. Апостолы понимали это. А прочим он не говорил, поэтому для них было сокрыто. Почему сокрыто? Причи, притча, видите? Притча, это как бы для своих. А для остальных была сокрыта. Ну так, тогда они скажут потом, а за что нас осудили? Там тайная масонская ложь. Выкрытое общество. И потому, что они бы все равно бы не приняли дело, не стали. И поэтому, чтобы не осудить на страшном суде, он в притчи говорит, что у них нет расположения к этому все равно. Они спрашивать не будут, исполнять не будут. Ты немножко неправильно говоришь. Не для того, чтобы их не осудить. Он их осудит. Меньшее наказание. Меньшее наказание, правильно. Потому что судить будут те, которые знали и не делали. И которые не знали и не исполняли. Тоже будет одинаково судить. Но те, которые... Ну они говорят, а как мы можем... За что ты нас судишь, если мы ничего не знали? А вот за то, что вы не хотели узнать. Вот он дает притчу. Одни хотят... Ой, растолкуй нам. Что это за женщина? Что за примеры-то? Он им растолковал все. Мы захотели, узнали, открыли. Сектанта спроси любого. А зачем мне это надо? Расскажи им притча 10 девов. Он не один не расскажет правильное толкование. Они ленивые. Страшно. Да, значит, библию... Ну, библию как бы они читают, но... Тут вот все в притчах. Вот он так поверхностно-то... Глубже, как мысль-то вынесли. Духовный смысл познаний. Здесь уже... Тут вот эти все осуждали. Притча такая. За пример взять. Видит, что согрешил. Да, царь. Попробуй, скажи. Голову отрежет. И он придумал притчу. Царь, тут дело... Загадку надо решить. Надо судья рассудить правила. Ну давай. Они знакомые. А он пророк и боится. Царь-то крутой. И он говорит... Вот у одного тут было, говорит... Богатый живет, говорит... У него сто овечек. А соседа одна только... Там на груди спала буквально. И к царту богатому пришел... Гость. И он ни одно не захолол, а пошел... Завой отнял и... Завязал. Он смерть ему! Хотя по закону четыре овечки... А если украл, то четыре. Он сразу же... Это ты. У тебя сколько жур было? Урия Хитиянин. Откуда-то нанятый там. И он тебя охранял. Он полковник. Он верный тебе до смерти. И ты его убил, а жену отнял. Согрешил я. Вот просто так подошел. Он даже не слушал бы его. Он облег такую притчу. Вот допустим, когда сын поднялся против... Было у него такое... Брат брата убили из-за того, что он изнасиловал сестру по мать. Вы помните такое-то? А он знакомый с министром обороной. Ему говорит, знающий, ты к отцу сходи. Как-то сделай так, чтобы меня вернул. Я в изгнание. Он узнал его, чтобы духу не было того-то. Ну что сделать? Он тогда тот-то нанял женщину. И говорит, сходи к царю. Ему вот так вот скажи. Она пришла, царь, рассуди меня. И как? Сразу начинает говорить. Говорит, помните, у меня было два сына. И один другого убил. А по закону убийцу надо предать смерть. Так второго ты убил, у меня ни одного нету. Я теперь останусь совсем... Старь смехнул, в чем дело-то. Говорит, тебя, говорит, я послал. Что делать-то? Да разогласил ее. Тогда он сына вернул. А блещ в форму более приемлемую. Вот Светлана Копылова поет. У нее часто она облекает в виде притчи. Вот которые человек-то лежали двое в больнице. И там все это... Она видела, рассказывала, как там на пирсе ходит бабушка с внучкой, то другое. А этот-то даже, когда заболел, он даже кнопку не нажал вызвать сестру-то. Он завидовал ему на его койку. Когда на его койку-то перетащили, то похоронили, он в окно глянул. А там стена стоит. Ничего нет. Да как же он? Он же каждый раз говорил, так как и облака кучевые, а то другое. Что он мог говорить? Он слепой. Он не видел, он даже стену эту не видел. А ты хоть стену видишь? Он так охал. Он ради тебя, что ты не отчаялся. Что есть другая жизнь. Как бабушка с внучкой там ходит, кошка там бродит. Он себя рассказывал. А тут злился и злился, лежал. Это книга православная. Православная книга притчей. И она по ней просто на музыку переложила. Кто? Она... Притчи. Мы вот брали в библиотеке притчи, просто они русские притчи православные. Есть басни. Басни Азопа. Крылова. Вот из всех писателей, кто спросит, поэтов, кто был в России самый умный? Умный. Иван Андреевич Крылов. Иван Андреевич. А где он Иван Андреевич, брат твой? Просим. Он вышел туда. Тоже Иван Андреевич. А Ломоносов, где Крылов? Крылов. Это самый был умный. Иван Андреевич. У нас представьте, какого хода был Иван Андреевич и Блатов. Иван Андреевич. И вот он какие вы. И писатели никого не призывало. Только... И это... Ну, она императрица уже, мать императора. Она его пригласила, беседовала и спросила, сколько у тебя там получаешь столько. Когда он сыну сказал, ну, добавь ему. И такой чести от народа, только два человека за мировые истории было. Он и Виктор Гюго. Когда ему 70-летие, он сколько праздновал, он стоял на балконе. И 6 часов народ шел, проспект весь занимая. А он с балкона приветствовал. 6 часов подряд. Игнает Николаевич, а вы знаете у него прозвище какое у Крылова? Да, обжорка. Обжорка. А вот говорят же, да что говорят, толстая чрева не рождает тонкие мысли, а вот его толстая чрева почему-то рождала, какие тонкие для него? Он говорит, когда был в росте, у него самую большую тарелку, и бывало до 6 блюд. И он съест, поднимется вся, да, много ли человеку надо? И он говорит, сейчас будет стихена, как нет, у меня дома стерляжья уха. Собирался и поехал. Много ли человеку надо? Я еще хотел притчу тоже. 6 блюд. Вспомнил притчу библейскую. Одна из первых притч. Когда Мелех убил братьев своих, 70 человек. Это Гедеоновы были сыновья. Они растения, кого царем поставить. Да, и он один их пошел. И у вас сам остался один, и встал над городом, и начал говорить к жителям, сейчас я забыл, как город-то. И говорит им, вот растения решили выбрать царя, и пошли к кедру. Кедр не согласился, но кедр там, шишки такой красавец. Пошли дальше к маслине. Маслина говорит, да мне что, заняться нечем, мне там столько плодов надо людям давать. Тоже не согласилась. И только один выскочил, и такой, терновник. И говорит, давайте. Я, я буду, я у вас буду царем. А больше никто не хочет, все остальные. В этой притче столько заключено, если бы просто так говорить к людям, они бы не поняли. А когда он к этому обратился, вот к людям с этой притчей, потом убежал, не поняли его. А потом вдруг размысливать начали. А этот-то царь-то начал, что вытворять, Арамелех? Начал убивать всех подряд. Ну, он же не остановится на братьях. И все, и люди поняли, так он и до нас доберется. Гай, город этот был. И они против него восстали. И тогда они поняли, почему он терновник, почему он я, я буду ваш царь. Все поняли. А те, которые были кедры, которые маслины, они никому не нужны. Они дело делают уже. Все они уже были тогда. Люди почему-то задумываются, когда притчами говорят. Главные преступники в России были три. Ульянов. Да. Свердлов. Как его фамилия настоящая? Бронштейн, это Троцкий. Так. И? Еще кто? Троцкий. Так, Свердлов и Троцкий. А Троцкого как? Бронштейн. Троцкий, Бронштейн. А Троцкий? А Свердлов, Якиль, Нахин. А кто Лейба? А Лейба кто? Лейба Бронштейн. Так это Лейба, это имя. Лейба Бронштейн. Лейба Лев, по-нашему. А этот Нахинсон как-то его свекло. Смотрел на этого Вольфа Мессенгер. Артист играет в 8 серий. Великолепно. Вообще. Так он и Троцкого играет. Да кто играет его, ты знаешь? Актер. Как же его сейчас забыл. Но фамилия не еврейская у него. Князев Евгений. Князев, Князев. Я решил его в Белый Граф посмотреть. А там написано. Князев Евгений. Парадословный. Лам фамилия. То есть еврей играет. Лам. Все. Тут Князев. Вот у нас была Королева. То есть они все такие берут. Барона. А когда посмотришь, там Бронштейн. Лам. Любократ. Атшулер. Атшулер, да. Старой машине. Меломед. Да, ну, ну, написано. Здесь в ноябре. Значит, один вредитель, у другого вредителя власть отнял, получается. Ленин у Троцкого-то перехватил. У Троцкого-то перехватил. У Троцкого-то кто? Да, никто так все перехватывал. Ничего-то не понимал. Почему он первый на свою сторону-то увлек? Ну, у Троцкого была программа такая, говорит, мы такой устроим им здесь Вадимиль, такую устроим здесь пляску смерти, что ужаснуться от первого дня Адама. Ну, вот так и сделал вначале. Так что, это только всего 100 миллионов, а потом только 500 миллионов. Да, это вообще убрать Россию. Да, да, это так. А кто его убил? Светлого. Кому убили, Адамин? Да не Светлого. Ну, матери там и про мать какую-то рассказывали, что у нее сын был, она его подготавливала. Это испанец, испанец его. Да, в Испании они жили. Да, испанец его убил, не в Испании, а в Абентине. Да, да. А убил его испанец. Как же его мердал? Ну, они как-то связаны. Меркадар, может быть? А? Меркадар? Меркадар, да. А чем он его убил? Ледорубом. Ледорубом. Ледоруб пронес. И как он страшно. Не пронес, Игнать Игорь Игорьевич, не пронес. Это у Троцкого подарок был. Подарок. Подарок висел на стене. И он прям им же и приголубил. Там что-то у нас. Это какой-то фильм. Не проносил ничего. Там у него был все. Ну ладно, каждый получает по заслугам, благодарит Бога. Все на этом. Мать у него коммунистка такая отъявленная была. И со Сталином что-то как-то связано было. Она его так навоспитала. Иди, сейчас помолимся и пойдем. Длинная передача. Дима любительства. В том году. Я знаю. Говори не оспорь. Так, мальчик, давай туда. С этой стороны. Моя охрана. Иди туда же. Иди. Я заботюсь о самых маленьких. О! Нет, нет, это самый маленький. О, ну там рядом становись. Вот она поближе, а ты подальше болеешь. Готовы делать. Достойно есть якова истину. Уложи Детя Богородицу. Христа блаженную и пренепорочную. И Матерь Бога нашего. Честнейшую Херумин. И славнейшую без сравнения Серафин. Без изменения Богослова родшую. Сущую Богородицу. Богородицу Тебе величаем. Не молитесь, Игорь Богородицу. Любящий наш Отец Небесный, во имя Господа нашего Иисуса Христа, умершего за грехи наши, и воскресшего для нашего оправдания, услыши нашу молитву. И прости, в чем мы погрешили в этом рассуждении. Прости мои согрешения, тайные и явные, в уме и в помышлении, в водне и в нащи, и во всей дни жизни. Возри на врагов, умягчи их сердца, и в судный день не помяни их безумия. Господи, даруй духовное рождение патриархам, епископам, священникам и пастве. И правителям дай страх Твой, сохранив от покушения на них. И нас распусти с миром, чтобы слово Евангелия принесло обильный плод. Тебе, Боже, слава, Тебе хвала, Тебе честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Господи, услыши нашу молитву и прими возъяние рук, как жертву вечерней, и благоухание приятное перед престолом благодати Твоей, Господи. Мы молим Тебя, соедини нашу молитву с молитвами всех святых, молящихся к Тебе на небе и на земле, всемогущий Создатель. Услыши, исполни молитву всех молящихся о нас во благо нам, дивный наш Господь. Услыши, прими нашу молитву о друзьях и о врагах. Не дай им погибнуть. Прости им и нам наши согрешения. И Тебе добудет слава за все. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Говори, Господи, Владыка, слушай и дослышай, раб Твой. Я хочу напомнить, что Серафим Саровский учил молиться закрытыми. И он говорит, если ты на молитве закрытые глаза, и к тебе приходит сон, подходит, тогда открой глаза. А у нас наоборот сон приходит, глаза закрыли. У нас это не по-серафимовски получается. Так, кого довести до остановки, кто хочет проехать. Так, быстренько закрывайте. Так, ну все, давайте я закрываю.